Питца церкви впервые. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Вот эти первые уроки, которые мы прошли с вами вчера и сегодня, мы выяснили, что Иисус, Он наш ходатай. Да? Аминь? Да. Окей. Теперь, когда человек упал, когда первый человек, Адам, упал, он был отделен от Господа. И Адам нуждался в ком-то, кто мог бы вернуть эти отношения с Богом, привести его обратно к Богу. И мы знаем, что Иисус является этим путем, этой личностью. Мы, на самом деле, очень нужны Иисусу. Я нужен Ему. Мы нуждаемся в Нем, Он нуждается в нас. Мы нуждаемся в Нем, чтобы мы могли прийти к Господу, к Отцу. Он нуждается в нас, чтобы быть донесенным до человеков. Если люди собираются увидеть Иисуса, они могут Его увидеть через верующих. Потому что Иисус, Он вознесся, Он на небесах, все, Он там. И единственного Иисуса, которого они увидят в жизни, это Тот, Который в вас. Поэтому мы нужны Ему, чтобы Он мог достичь людей. Он представляет нас и ходатайствует о нас на небесах. Мы представляем и являем Его здесь, на земле. Аллилуйя. Аллилуйя. Это партнерство. Его желание, мы можем прочесть в Евреям, 2 главе, 10 стихе. Привести как можно больше сынов к славе. Париводящего многих сынов в славу. Евреям, 2, 10. Он был первый. Бог сказал, это мой сын. Я нашел мое благоволение в нем. А Христос в вас, поэтому вы следующий сын, следующий сын, следующая дочь. И то, что мы сейчас рассмотрим, это картина Его сыновства, как Он представлял Бога, Его власть и Его силу. Потому что нам необходимы все эти вещи в нашей жизни. Мы должны иметь картину Христа в нашей жизни. Мы нарисованы, мы созданы по образу Его. Мы должны говорить как Иисус, вести себя как Иисус, любить друг друга, как Иисус возлюбил нас. И когда я только получил спасение, я говорил, Господь, я не люблю своих соседей. Но Твоя заповедь говорит, возлюби ближнего своего. А мой ближний был страшно нехорошим человеком. Он бил жену. Он всегда был пьяным. И я, естественно, мне Он не нравился. А Бог сказал, тебе надо возлюбить Его. И я сказал, хорошо, Господь. Я не люблю Его. Ты знаешь, что я не люблю Его. Вы должны быть честными и откровенными с Богом, потому что Он и так вас знает. Гораздо лучше не врать Ему. Если вы лжете Господу, это уже другая проблема. И я сказал Богу, мне не нравится этот человек, я не люблю Его. А Твоя Библия, Твое Слово говорит, что я должен любить Его. Итак, поэтому я позволю тебе, Иисус, любить Его через меня. Так что теперь твоя очередь. Вот ты начинай Его любить через меня. Я сказал Ему это. Потому что, если ты это доверишь только мне, то я просто разберусь с Ним другим образом. У меня была миссионерская поездка, потом я вернулся домой. И другой мой сосед, через дорогу, он пришел ко мне и говорит, слушай, что у тебя там в саду? И там было что-то такое черное, похожее на змею, которая лежала в траве. И я пытался последовать туда, пройти. И вот это черное, оно прям соединялось и шло к тому соседу в дом. И я вернулся проследовать, куда же оно идет дальше, и оно соединено с моим домом. Он пустил провод, который воровал мое электричество, подключился ко мне. И тут Бог говорит, ты должен любить Его. Его оставила жена. Она забрала ребенка и ушла от него. И я сказал, Господь, теперь твоя очередь, твое время можешь любить, потому что я не могу. Но я даю Госуду позволение любить Его через меня. Но я дал Богу это разрешение любить Его через меня. На следующий день полиция приехала. И они забрали его машину, потому что он не платил взносы за свою машину. То есть все становилось только хуже, хуже и хуже. А я ждал и говорю, хорошо, Господь. А однажды утром я проснулся, и Бог говорит, не иди на работу, оставайся дома. И мой дом стоит на берегу озера. И я сижу на крыльце и читаю Пиблию. И я слышу соседа. Эй! И он бежит навстречу ко мне. И у него что-то было в руках. И он бежит. Я думаю, что тебе надо? А он прибежал с Библией. И он говорит, слушай, покажи мне, как прийти к Иисусу. И он посвятил свою жизнь Богу. Потому что Бог его любил. И я позволил Богу любить его через меня. И это изменило его жизнь и также повлияло на мою жизнь. Потому что, когда я осознал, что, Господь, я не могу это сделать. Есть люди, которых, ну, мне не нравятся они. Но ты же любишь их. Поэтому ты должен их любить через меня. Вы должны дать ему это разрешение. Вы должны довериться ему, что он превыше, и он живет в вас. И что любовь, которая у него есть к этим людям, она превыше и больше, чем вы можете себе представить. И всегда вопрос цены. Всегда это вопрос того, что это будет вам стоить. Иисус заплатил за наши грехи на кресте. Но нам это будет стоить, чтобы следовать за ним. Вы должны отдать свою жизнь. Тогда вы получите свою жизнь. И он говорит нам, что если вы не отдадите свою жизнь, вы тогда не сможете жить во мне, иметь меня. Но когда вы отдаете ее, он дает вам жизнь сейчас. В Писании говорится, никто... Что в этой жизни никто не... Как там написано? кто не оставит отца, мать, дома своего, имения своего. Тот, кто оставит это в этой жизни, он получит благословение от Господа в сто раз больше. Что бы вы ему не посвятили. И он говорит, что в этой, еще в этой земной жизни я благословлю вас в сто раз больше. Аллилуйя. Я рассказываю людям, что у меня есть несколько домов в Америке. У меня есть дом в Германии. Бог продолжает добавлять мне дома. Но я посвятил свой дом Иисусу, я отдал его Иисусу. А он продолжает давать. Вы не можете Богу дать больше. У меня есть один дом, и он огромный просто. И мне спрашивают, зачем тебе такой огромный дом? И я говорю, слушайте, Бог дал мне его. И я говорю, слушайте, в моей команде есть люди, которые раздали свое имущество, продали свои дома, и они служат на миссии со мной годами. Поэтому, если что-то случится в их жизни, они вернутся в Америку, они там могут жить бесплатно, и это будет как мини-отель для тех миссионеров, которые посвятили свою жизнь на служение. И все, что я делал, это искать для него править в меня, жить в меня, править в меня. 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 моей жизнью, руководил в моей жизни и через меня. И он может делать сверхъестественное в вашей жизни. Вопрос, сколько я хочу получить? Вы можете получить столько, сколько вы хотите. господь владелец всего. Когда я только женился, и мы жили недалеко от океана, и также там озера были. я даже не мечтал иметь лодку. Но мои друзья, они очень хотели, чтобы у меня была лодка. Как ты можешь жить у воды и не иметь лодки? Они верующие. И они сказали, Иисус, у Иисуса есть лодки. И все его ученики имели лодки. Так что тебе тоже надо иметь лодку. Давай мы помолимся, чтобы у тебя была лодка. Я еду за рулем, и один из этих верующих был со мной. он увидел лодку у кого-то во дворе и говорит, слушай, твоя лодка. Я даже не хотел лодку. А он говорит, нет, слушай, твоя лодка, вот твоя. Я не молился о лодке. Я не молился о лодке. И у меня был один бизнес, я занимался, и человек, у которого была лодка, он говорит, слушай, если ты вот кое-что для меня сделаешь, лодка твоя. Через час у меня была лодка. Я думал, что я капитан. Взял лодку, взял этих проповедников со мной, и мы поехали прямо по направлению к океану. Я очень быстро мчался. Она чуть ли не утонула, она просто наполнилась сильно водой. Потому что я кое-чего не сделал. Со мной проповедники верующие, понимаете. Они почти умерли, я почти погубил их всех. Потому что они хотели, чтобы у меня была лодка. Я сказала, это все ваша вина. Бог дает мне вещи, о которых я даже не прошу и даже не хотел эту лодку. И я верю вот в такую силу для ходатаев, что если вы посвятите свою жизнь ему, он ничего не утаит от вас. Он даст вам желание вашего сердца. Аминь. До начала мы разговаривали, до начала урока. Подумайте о Иисусе. Он был одинок. У него рядом на самом деле не было никого. Когда он уходил на горы молиться, он был один. Никого рядом. у нас слава Богу есть он. И самая большая проблема, которая у нас есть. Кто знает, какая у нас самая большая проблема? to go away from the busy life. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, уйти от суеты это тяжелая проблема. Я понимаю, ты говоришь. он попросил, а заглавьте самую большую проблему в нашей жизни. И я сказала, что это мы. Мы сами самая большая проблема в нашей жизни. Мы сами своя самая большая проблема. Наша плоть, в которой вам надо жить 24 часа в день, от которой никуда не деться. вы не можете ее оставить. Она постоянно вам что-то нашептывает. И каждый день я побиваю ее в послушание служить Господу. Как апостол говорил, я умираю, умерщвляю себя каждый день. Это процесс ходатайства. это не то, чего мы хотим делать, это то, что ты хочешь делать. Скажи, что ты хочешь. Аминь. Двигаемся дальше, путешествие продолжается. Он может дать вам многое. Аминь. Аллилуйя. Иисус творил волю Отца. И Он творил дела Отца. И Он постоянно являл Собой Отца. Помните, как Он сказал, если вы видите Меня, вы видели Отца. Помните, Фома говорил, покажи нам, яви нам Отца. Иисус ответил, если вы со Мной, вы с Ним. Это то, как мы с вами должны двигаться, во что мы должны переходить, возрастать, чтобы люди видели Иисуса в нас. Мне нравится это. Я так верю в эти места Писания. Когда я покаялся в этом наркоманском притоне, я просто потерял весь свой разум от наркотиков. И я молился к Богу и просил его верни и дай мне разум, чтобы я мог видеть Писание, понимать его. И я учился понемногу вот в этих маленьких местах Писания, где Иисус рассказывал, учил, как жить. Например, это местописание, где если выпьешь, то смертоносное не повредит тебе. Знаете это место? А я сижу в этом наркоманском притоне и размышляю над этим стихом. И вот я спасен уже, и у меня работа есть, и тут я уже должен нанимать человека. Было ли у вас когда-то в жизни, что вы вот попробовали что-то, съели, и такая острая боль в желудке, и вы понимаете, что вы отравились, что это ядовито? И вот я сидел в офисе нашей инженерной фирмы, и я что-то съел, и вот сидит рядом парень, которого я должен нанять на работу, и у меня острая боль в желудке, и я просто вырвал, я был болен, и я открыл дверь этого вагончика и просто вырвал, и я провозглашал это местописание, что это меня не убьет, это мне не повредит, это не принесет мне ущерба, потому что я верующий, и я смеюсь и рву, смеюсь и рву, я смотрю на этого парня, а он плачет, и я спросил, что ты плачешь? Он говорит, потому что если ты веришь в Бога, что Он исцеляет тебя, я хочу такого Бога, и Он спасся, пока я был отравлен и рвал, Он отдал свою жизнь Иисусу, И Он мне показал, что Он спасает людей. Нам надо только верить в Писание, использовать Писание, а они будут смотреть и наблюдать за нам. А они будут читать ваши жизни и смотреть, как вы ведете себя, особенно когда вы под давлением, когда у вас будут стесненные обстоятельства, они будут смотреть на вас и будут видеть Иисуса. Аминь? Это то, что они должны увидеть. И потом свидетельство и убеждение высвобождается, и оно меняет их жизни. Я имею Иисус путешествовал по всему Израилю и не было у него дома. Да, у него был дом, где он родился в Назарете, но он оставил его и жил везде. И он был один. Но он постоянно представлял, являл собой Отца. И у меня есть много-много мест писаний, показывающие, доказывающие, что он ходатай, что он являл Бога, Отца. Поэтому я напишу все эти местописания, их так много, я не хочу, чтобы вы их упустили, и мы сделаем копии, раздадим, чтобы каждый из вас имел эти местописания и мог над ними поразмышлять. если мы начнем проходить все местописания, мы не закончим даже до конца, их так много. Поэтому мы перепрыгиваем через много мест писаний, но вы получите каждое из них и будете дома размышлять. Отец всегда был в Иисусе, приводя мир человечества к себе. Всегда. Иисус повторял, что если вы видите меня, вы видите Бога, вы видите Отца. И помните это местописание, где Иисус говорит, я и Отец, одно. Помните, когда Иисус уходил и Он помолился. Он помолился за учеников и сказал, Отец, сделай их едиными, как мы с тобой едины. Он всегда вовлечен, он всегда входит внутрь ситуации в мире. Послушайте, у нас есть с вами картина о Боге. Он такой вот вау, большой Бог. И мы не знаем Его, я не знаю Его. Я знаю Иисуса, но я не знаю Бога Отца. А Иисус сказал, я делаю только то, что Он делал. это Он делающий творящий все через меня. Если вы видите кого-то, кто получил исцеление во имя Иисуса, это произошло, потому что Отец это сделал по воле Отца. Любовь она в оригинале у Бога Отца. Бог Отец так возлюбил мир. Бог Отец любит вас, поэтому Он дал вам Иисуса, чтобы вы могли вернуться к Нему. Он так возлюбил вас, что Он отдал вам Своего Сына, чтобы вы могли прийти к Нему. Аллилуйя! Это очень сильно. Он всегда старается достигнуть нас, Он всегда по направлению к нам. Мы всегда говорим, это Иисус, мы говорим, это Спаситель наш, но это Господь, Отец, Спаситель. Это Его план. Если вы читаете Писание, вы можете увидеть, что это план Отца, Бога, план спасения, Его воля. Иисус даже пришел, Он сказал, я не пришел творить свою волю, я пришел сотворить Его волю. И у Него есть воля. У Иисуса была воля. У Него была своя воля. И когда Он находился в Гефсиманском саду, Его воля говорила, Господь, можно это пройдет мимо меня? Это чересчур. Пожалуйста, избавь меня от этого. Но несмотря на это, пусть Твоя воля будет, а не моя. У Него была своя воля. Но Он предпочел Божью волю. И это то, что мы должны делать, это то, с чем мы сталкиваемся каждый раз. Пусть не моя воля, но Твоя Иисус добудет. Давайте поговорим о Его силе, Его энергии, Его могуществе. Его динамит, Его обладал. Тот взрывной динамит, который Он имеет. Он постоянно исцелял кого-то, изгонял демонов. Через все Писание мы можем это видеть, и в Англии. Он прикоснулся к стольким жизням, и изменил их силой. Он был наполнен Духом. Он не делал это, потому что был Богом. Он совершил все силой Духа Святого. И прочтем Луки 4 главу, 1 стих. говорит нам о том, что 4 глава, 1 стих. Написано, что Иисус исполненный Духа Святого, и Он также был поведен Духом. Писание говорит нам, что Он был исполнен Духом. все исцеления и освобождения, которые произошли в Его служении, не произошли из-за того, что Он был Сыном Божьим, и Он был Богом. воплоти, который жил среди нас. Он не оперировал той силой. Он двигался силой Духа Святого. Он был исполнен Духом Святым. Это то, как Он совершал свои дела. Это то, как мы должны являть и представлять Бога. И Он был последним Адамом. Он представляет собой духовного Адама. У него была власть, потому что его послали. У него было право править с силой нести свое правление. И Он демонстрировал и являл силу Божью на земле, волю Божью на земле. Это и было его ходатайством. Он был между. болезнью. Когда кто-то был болен, Он останавливал болезнь. Он останавливал это. И Он дал нам примеры. И написано, что были многие места, которые он посещал, что все, кто там были, получали исцеление. Все, у кого что-то болело, они получали свободу исцеления. Он освобождал их. И это поменяло их. Он менял тьму на свет. Вопрос, что с нами? Что по поводу общины и церквей, по поводу нас? И Писание очень ясно говорит нам. Отец послал меня, а я посылаю вас. Он просто продлил это, послал дальше. И я дам вам эти места Писания позже. Но из-за нехватки времени мы не будем все зачитывать. но давайте обратимся хотя бы к одному из мест Писания. Это Матфея 28 глава. И мы читаем с 18 по 20 стих. И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Вся власть была у него, и он сказал, вот вам я ее передаю, и вы идите до краев земли, и спасайте, несите Евангелие. и я был взращен в методистской семье. В методистской церкви мы не говорили на языках, мы не помазывали елеем, не было у нас этого. И вот я в этом наркоманском притоне, и женщина, которая евангелизировала, маленькая, она была пятидесятница. Она молилась надо мной на языках, и она мазала меня елеем, и пророчествовала надо мной, что ты будешь делать то, что Иисус сделал, ты будешь ходить в народы. Я только неделю как бросил наркотики, у меня еще мозг назад не вернулся, она вот стоит и пророчествует мне, что я буду ходить в народы и буду делать то, что Иисус сделал. Просто представьте меня, в каком я был состоянии, она стоит и пророчествует, вот ты будешь ходить в народы, в нации, ты будешь говорить Слово Божье там. И ты сидишь и просто ого. Это было больше, наркотики, сильнее. Вы бы не получили этого даже от лучших наркотиков. И я такой, вот это здорово. Я буду sign up and take this ride and see where this goes. И я готов был записать это, запечатать и посмотреть, как же это исполнится. И я просто говорил, аминь, аминь, я сделаю это, я готов. И они посмотрели на меня и сказали, ты был на эти drugs так долго, ты должен быть под наркотиками, ты должен быть под наркотиками. И они сказали, так, ты слишком долго был под наркотиками, поэтому теперь тебе надо очень сильно наполниться Духом Святым. И они говорили, вот Иисус был наполнен, исполнен Духом Святым, и тебе надо исполниться Духа Святого. И моя жизнь просто, можно сказать, взорвалась и была наполнена радостью и изменилась. Поэтому я получил разум Христов, и кроме этого разума у меня другого нету. Я помню, моя мама послала мне книгу, книгу, книжку записную, чтобы я тренировал свою память. И чтобы я записывал там вещи, чтобы помнить. Потому что однажды она меня спросила, ты вообще знаешь, кто президент? Ты знаешь, какой день сегодня? Я вообще ничего не знаю. Ты вообще понимаешь, какой месяц, или какое время года сейчас? Я вообще не знала этого. И моя мама только молилась, спаси его, Господь, спаси его, Господь. поэтому, когда Дух Святой сошел, я был так счастлив, потому что прямо Он начал показывать мне вещи. У меня не было работы, у меня не было ничего. его. Я пришел в Пятидесятническую церковь, сидел в уголочке, а мне сказали, молодой человек, ну-ка иди сюда. И они пророчествовали. И они сказали, ты будешь работать с инженерными конструкциями, и ты будешь иметь работу, о которой ты никогда не учился, чтобы так работать. и ты будешь начальником. И Бог тебе покажет это. Сверхъестественно. И это будет твоим обеспечением. А теперь можешь сесть. И я такой, ого! Никакого обучения в школе, в колледже, никакого разума. Так что Дух Святой ты очень благ. Через три недели у меня была работа. Они позвали меня и сказали, иди на эту работу. Эта работа была на самой большой военной базе в Америке. я прибыл туда и я полон Духа Святого. Я крещен, погружен в Него. И это все, что я знаю. И начальник увидел меня и начал плакать. И он дал мне ключи и убежал. И я думаю, что происходит? я позвонил в компанию и сказал, и я позвонил в компанию и говорю им, слушайте, вы послали меня вот сюда на работу, я прибыл, встретился с начальником, а он убежал. То, чего я не знал, он воровал у компании. И когда Дух Святой пришел, он получил обличение, а я понятия не имел. А он испугался, и он убежал, и он просто скрылся. И тогда начальник всей компании сказал, ну, а ты справишься с этой работой? И Дух Святой сказал, да, ты справишься, я сказал, да, я справлюсь, покажите, что надо делать. И они привезли огромный такой принтер. И Бог сверхъестественно показал мне, как пользоваться этим. через три недели я посещал разные отделения этой компании, меня уже посылали, я разбирался с делами. И через эту компанию 10 лет Бог давал мне обеспечение не имел работу, пока я не вошел в полное служение. Это сверхъестественно, это восхитительно. люди, если получаете работу, я скажу за электричество, за кондиционеры, и мы отвечали за кондиционирование. И проект опаздывал на три месяца. Я сказал, мы сделаем это, мы будем первыми. и мне говорили, слушай, ты сумасшедший. Я говорил, нет, у меня Дух Святой есть. А Дух Святой может видеть сквозь стены. И он показывал мне. И каждый раз мы свидетельствовали о силе Божьей. И у нас была победа, заказ за заказом. И владелец компании, всякий раз, когда я хотел уехать на миссионерскую поездку, он платил мне, и чек выписывал, и говорил, едь. Первые десять лет мой начальник оплачивал все мои миссионерские поездки. Божье обеспечение, сверхъестественное. Поэтому мы должны быть исполнены Духом Святым. Ни чуть-чуть. Мы должны перетекать, переполненными быть. Аминь. Аминь. Перерыв. Перерыв.